Внимание, дети! Да, совершенно верно. Эти мероприятия мы проводим регулярно. В преддверии школьных каникул наши сотрудники стараются охватить максимум образовательных организаций, дабы провести со школьниками дополнительные профилактические беседы, напомнить им основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах, так как в период школьных каникул ребята будут большую часть времени проводить на улице и, конечно, в этой связи повышается вероятность возникновения дорого-транспортных происшествий. У нас проблема детской безопасности на дорогах, она актуальна? Растет ли у нас детский травматизм? В последние годы, буквально последние три года, статистика показывала нам некоторое снижение всех основных показателей аварийности с участием детей. Это количество дорого-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, количество травмированных и погибших в этих происшествиях детей. В текущем же году наблюдается, скажем так, всплеск детского дорого-транспортного травматизма. На сегодняшний день уже зарегистрировано 17 дорого-транспортных происшествий, в результате которых 18 юных ямальцев, к сожалению, получили травмы. Многие оказались на больничной койке и, соответственно, не смогли продолжить обучение по школьной программе. В этих дорого-транспортных происшествиях хотелось бы отметить тот факт, что, конечно, основная масса их происходит по вине водителей автотранспортных средств, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам, переходящим в проезжую часть по пешеходным переходам. Но, к сожалению, также в этом году зарегистрирован в том числе и рост количества дорого-транспортных происшествий, скажем так, по собственной неосторожности самих несовершеннолетних, которые переходили в проезжую часть как в неустановленных местах, в том числе и по пешеходным переходам, но при этом не убеждались в собственной безопасности. Хотя, согласно правилам дорожного движения, пешеход, прежде чем перейти в проезжую часть, должен убедиться в собственной безопасности, оценить расстояние до движущегося транспортного средства, только после этого осуществлять переход. К сожалению, на практике мы видим то, что дети, да порой и многие взрослые, дойдя до пешеходного перехода, не убеждаются в безопасности и начинают осуществлять переход в проезжую часть. Но, по всей видимости, многие взрослые забывают, что проживаем мы все-таки в условиях Крайнего Севера, где большую часть времени года на проезжей части имеет место снежный накат, наледь, гололед, соответственно, тормозной путь автомобиля увеличивается в разы, так как, к сожалению, дорожные коммунальные службы не всегда вовремя успевают обработать проезжую часть противогололедными материалами и возникают дорожно-транспортные происшествия. Все-таки чаще ДТП с участием детей происходит там, где ребенок пассажир или пешеход? На сегодняшний день эти дорожно-транспортные происшествия распределились практически поровну. То есть, можно сказать, что половина были у нас юными пешеходами, участники ДТП, и половина были пассажирами. Здесь также хотелось бы отметить тот факт, что буквально не так давно законодателям были внесены изменения в правила дорожного движения, связанные с перевозкой детей. И на сегодняшний день допускается использование ремней безопасности при перевозке детей в возрасте от 7 до 11 лет, исключительно на заднем сидении автомобиля с помощью штатного ремня безопасности. В свою очередь, мы же все-таки рекомендуем использовать детские удерживающие устройства, которые позволяют все-таки при дорожно-транспортном происшествии сохранить жизнь и здоровье ребенка. Проводилось довольно-таки большое количество различных экспериментов, где было установлено то, что адаптеры, которые ранее применялись для перевозки детей, показали свою неэффективность. Наоборот, приводили к травмам детей именно по причине того, что не сработало вовремя преднатяжение ремней безопасности. Или же использовалось для перевозки не сертифицированное детское удерживающее устройство, автокресло, возможно, какого-то китайского производителя, когда, по сути, оно из хрупкой пластмассы сделано и обтянуто какую-то тканью. И, конечно, в результате даже транспортного происшествия, это самое детское удерживающее устройство, не то, что не спасает ребенка, а наоборот, наносит больше вред здоровью. – Хотелось бы поговорить о ответственности родителей. Насколько жители Ноябрьска, в том числе Ямала, мы об этом говорим, соблюдают правила перевозки детей? – По большему счету соблюдают, но, к сожалению, есть такие родители, которые, приобретая дорогостоящие автомобили, экономят на детях, экономят на приобретении детских удерживающих устройств. На сегодняшний день хорошее детское удерживающее устройство стоит не совсем дешево, скажем так, но здесь подход, я думаю, неправильный. Экономические соображения в выборе детского удерживающего устройства не должны ни в коем случае быть использованы родителям при выборе того или иного детского удерживающего устройства. Необходимо, конечно, выбирать правильное устройство, детское удерживающее кресло, которое обеспечит ребенку безопасность в случае возникновения даже транспортного происшествия. Поэтому в этом случае экономить, конечно, нельзя. Если говорить же согласно статистике, то буквально за два месяца текущего года на территории Ямала-Ненецкого автономного округа за нарушение права перевозки детей к административной ответственности привлечено более 1 тысячи водителей автотранспортных средств. Если брать прошлый год, 2017, то почти 5 тысяч фактов таких было зарегистрировано. Несмотря на ужесточение законодательства в этой сфере, мы наблюдаем рост количества вот этих нарушений, которые наши сотрудники фиксируют. Напомню, что на сегодняшний день штраф за нарушение права перевозки ребенка в автомобиле составляет 3 тысячи рублей. Но, к сожалению, люди об этом не думают. Перевозят детей без детских удерживающих устройств. Буквально недавно тоже было транспортное происшествие, где ребенок был без детского удерживающего устройства, и он получил незначительные травмы. Но все же был травмирован не столько физически, будем так говорить, сколько может быть эмоционально. Если же бы несовершеннолетний находился в детском удерживающем устройстве, возможно бы он, скорее всего, отделался, скажем так, испугом, да, и тяжесть последствий дорого транспортного происшествия, конечно, была бы гораздо ниже. Если не ошибаюсь, вы говорите о том случае, где ребенок в такси перевозился и пострадал в ДТП. Да. Ага. Вот интересно ваше мнение, как специалиста, в таких вот ситуациях, когда ребенок перевозится в такси, это все-таки ответственность водителя или родителей? Здесь ответственность лежит и на водителя автотранспортного средства, поскольку он отвечает за безопасность движения, и, конечно, на родителей. Здесь хотелось бы, наверное, обратить внимание родителей на тот факт, что при выборе фирмы такси, при заказе автомобиля, необходимо обязательно обговаривать, что в поездке будет участвовать юный участник дорожного движения, которому необходимо детское удерживающее устройство. На сегодняшний день добросовестные перевозчики уже приобрели детское удерживающее устройство и, соответственно, предоставляют эту услугу. Если же этот момент был оговорен сразу при заказе автомобиля такси и был подан автомобиль все-таки без детского удерживающее устройство, то есть здесь уже необходимо родителю предполагать, что если же водитель-таксист был проинформирован о том, что у него будет юный пассажир, которому необходимо детское удерживающее устройство, и он готов его перевозить с нарушением правил дорожного движения, то можно предположить тот факт, что он готов нарушить и другие правила дорожного движения, в результате которых может возникнуть дорожное транспортное происшествие. И в этом случае, конечно, лучше отказаться от поездки на таком автомобиле. На сегодняшний день количества таксомоторных фирм, я думаю, достаточно в большинстве муниципальных образований автономного круга, и лучше больше такой фирмой не пользоваться. Максим Легатевич, на Ваш взгляд, как лучше всего все-таки мотивировать родителей, чтобы они соблюдали правила безопасности при перевозке детей? Со своей стороны, в первую очередь, мы, конечно, проводим агитационно-развитительную работу. Наши сотрудники проводят различные лектории в перитальных центрах, в детских поликлиниках, где призывают родителей при перевозке детей в автомобиль, конечно, используя детские удерживающие устройства. На это обращается особое внимание при проведении родительских собраний, как в детских садах, так и в школах. После, если же родители не осознали, не приняли эту норму правил и все-таки игнорируют правила перевозки детей, конечно же, уже сотрудники госавтоинспекции применяют административный ресурс, то есть привлекают к ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. Но сразу хотелось бы отметить тот факт, что на территории каждого города и района нашего автономного круга эти мероприятия под условным названием «Ребенок-главный пассажир» проводятся регулярно, ежемесячно. Прежде чем их проводить, наши сотрудники проводят, опять же, агитационную работу с помощью всех возможных средств массовой информации, информируют участников дорожного движения о том, что будет проводиться такое мероприятие. То есть граждане проинформированы, да, но в то же время приезжают, привозят детей в детские сады, в школы с нарушением права дорожного движения. Буквально не так давно я сам лично принимал участие в таком мероприятии на территории окружающей столицы. Так не то, что не было детского удерживающего устройства автомобиля человека, да, который привез своего ребенка в детский сад. Более того, он был ранее лишен прав управления и имел признаки опьянения. То есть, понимаете, да, то есть полная безответственность родителей, которые вот позволяют себе грубейшие нарушения в области дорожного движения. Максим Алексеевич, если возвращаясь к теме нашего разговора, непосредственно об акции «Внимание, дети», как она проводится? Какие профилактические мероприятия в рамках ее проходят? В рамках мероприятия «Внимание, дети» в первую очередь она проводится комплексно. Задействованы все службы госавтоинспекции, начиная от пропаганды и заканчивая службой, дорожнопатрульной службой. Соответственно, сотрудники подразделения пропаганды и закрепленные сотрудники за образовательными организациями выходят в школы, проводят разъяснительную работу. Сотрудники дорожного надзора проводят дополнительные обследования уличной дорожной сети, особенно в местах притяжения, скажем так, юных участников дорожного движения, на предмет их соответствия всем требованиям и нормам обеспечения безопасности. После чего проводятся также дополнительные мероприятия, как я уже сказал, по выявлению нарушений про перевозки детей в районах образовательных организаций, как дошкольных, в том числе, и различных учреждений здравоохранения, где осуществляется массовый, скажем так, подвоз юных участников дорожного движения. Это детские поликлиники, опять те же самые, где используются уже административные ресурсы. Максим Алексеевич, спасибо вам большое, что пришли в нашу студию. Надеюсь, все-таки граждан сознательных у нас на дорогах будет намного больше. А я напомню, наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Телефон редакции 49 99 40. Продолжение следует...